всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня как я обещала уже первые два расклада каждого месяца мы будем рассматривать с вами формат руки карты для визуалов до которым нравится визуально воспринимать информацию и как я обещала этот формат будет на одну позицию поэтому если вы не любитель одной позиции сегодняшний расклад не для вас изначально хочу поблагодарить за ваши донаты хочу пожелать вам также прекрасного месяца надеюсь он не будет такой жаркий как были последние дни по крайней мере в россии так точно у нас продолжается это жара вот и расклад который я буду делать сегодня попросили меня повторить это расклад называется окно джахари да это инструмент создан двумя известными американскими психологами в 1955 году он помогает понять взаимосвязь между личными качествами и тем как нас воспринимает окружающие если я не ошибаюсь вот здесь вот я выложу ссылочку до этот раз на на тут рассказ который уже есть у меня на канале можете посмотреть может быть сравнить как-то я не помню там было по позициям или нет но вот сегодня хочу сделать на одну позицию для того чтобы углубиться больше вот поэтому такие расклады на три позиции но это слишком энергозатратно поэтому этот формат и одна позиция будут прям очень гармонично рассказывать нам сегодня о нас и так у нас будет с вами 4 вопроса слушайте их внимательно потому что на слух они очень похожи между собой могут вас запутать но на самом деле они абсолютно разные итак первый вопрос это открытая зона значит почему окно джахари как нарисовано окно и делится она на четыре сектора первый сектор это открытая зона она нам показывает то что вы знаете о себе это что другие знают о вас давайте мы посмотрим что вы знаете о себе угу гуга начинаем с высшего суда угу гиги арканы выпали сейчас я поставлю так чтобы он видно было что вы знаете о себе но во первых коль выпадают великие арканы вы не простой человек сразу могу сказать да причем две судьбоносные такие карты очень серьезные карты достаточно такая зрелая личность я могу сказать не в плане возраста а хочется сказать наверное древняя душа уже очень много познавшие и прожившие ни одного воплощения и вы об этом знаете с одной стороны что вы знаете о себе по колесу фортуны что вы возможно человек по своей жизни достаточно удачливый да но мне хочется сказать что вот первая половина вашей жизни она была такая достаточно очень активная бурная наполненная множеством косяков наступали на какие-то грабли похожие то есть в принципе жизнь ваша она так хоть и бурная да но я не могу сказать что она была прямо вот очень очень разнообразная если присмотреться и проанализировать то есть некая такая цикличность до повторность каких-то вещей однозначно эти две карты нам показывают сценариях до которые вы проходили неоднократные возможно это даже не в одном воплощении то есть есть какой-то определенный сценарий до который вы проходите из воплощения в воплощении люди меняются декорации меняются а сценарий остается один и тот же но это не значит что вы не проходите уроки это просто значит то что в каждом воплощении он этот сценарий он как-то вот может быть и даже несколько он как-то многогранный какой-то дай вот вы с разных сторон изучаете данную тему дата сценарий с которым вы работаете безусловно то что вы знаете сейчас о себе это то что вы прошли какой-то большой этап своей жизни да здесь идет завершение завершение каких-то уроков завершение каких-то больших циклов периодов вашей жизни сейчас идет такой знаете перерождение здесь уже нету переоценки какой-то ценности здесь уже нету анализа как такового здесь есть завершение и начало абсолютно чего-то нового в вашей жизни до достаточно такого глубокого ощущение того что и судьба вам как-то благоволит и вы сами будто бы доросли до определенного периода важного вашей жизни какой-то зрелости да когда поставили точку на чем-то одном и получили опыт больше вы в этот опыт не пойдете он уже завершён я не знаю с чем он связан каждому будет свой не вот и встали на этап перерождение рождения чего-то нового ощущение того что вы пишете теперь самостоятельно свою историю свою жизнь это то что вы знаете о себе безусловно можно было бы и посмотреть ваш характер но суть заключается в том что вы знаете о себе о том что сейчас идет очень важный период вашей жизни да вы на каком-то таком рубеже находитесь сейчас но то что будет происходить дальнейшем ощущение того что у вас такого опыта нет и не было да что то здесь абсолютно новое я не могу сказать это позитивно или негативно потому что суть не в этом а суть в том что это будет нечто новое то что вам необходимо будет пройти в жизни это то что вы знаете о себе что знают другие люди вас так вот выкладывать буду видно давайте повыше надеюсь что видно что знают это это что у нас важно что знают другие люди о вас ну ощущение того что сейчас вы действительно идете во что-то новое такое да может быть не не совсем уверены в себе совершаете какие-то первые шаги это точно но есть по крайней мере желание есть импульс сейчас вы находитесь в таком этапе когда вам все интересно да вот вы свой этот интерес выражаете и как я уже сказала что вы предчувствуете что-то новое а вот люди уже начали видеть и считывать с вас информацию о том что что-то новое действительно появилась вашей жизни они видят вас человека достаточно серьезного умеющего выстраивать границы амбициозного подвижного но и с другой стороны серьезного ответственного человека могу сказать да достаточно зрелого человек который хорошо владеет коммуникации умеет убеждать умеет получать то что он хочет но с другой стороны хоть вы являетесь лидером и не командным игроком если вдруг у вас в коллективе есть подчиненный до либо вы являетесь главный может быть в семье может быть даже ну даже если на работе не столь важно и есть какие-то определенные строки когда надо выполнить какое-то дело да вы изначально будете раздавать сначала какие-то обязанности до другим людям если все-таки для общего дела по каким-то причинам да вы не вписываетесь и ваша команда в сроки то вам как это не зазорно будет засучить рукава и вместе с вашими людьми работать на равных то есть здесь нету такого что вот вы проявляете как-то гордыню если нужно что-то делать силу того что вы ответственный человек вы это сделаете по натуре своей вы лидер достаточно справедливый такой человек понимающий но иногда бываете достаточно жестким скорее всего в те моменты когда у вас стоит какая-то конкретная цель и вам ее нужно достичь и если кто-то пересекает вам дорогу тогда вы становитесь жестким человеком у вас есть свои какие-то определенные рамки границы которые вы умеете отстаивать если это необходимо будет но по император могу сказать что вы тот человек как который являетесь авторитетом для других людей да то есть вы уважаемая личность и независимо того вы мужчина вы или женщина у вас есть эти мужские качества до такие знаете некая такая надежность когда можно на вас положиться вот кстати по аркану императора хочется сказать что вас самый большой страх это страхом знаете одиночество и страх старости но старость не в контексте того что жизнь заканчивается в контексте того что вы можете ощущать себя беспомощным то есть человеком которого не знаете душа молодая тело уже не позволяет допустим да так быстро передвигаться либо еще что-то делать то есть вот вы как будто бы теряете возможности вот это вот самый такой у вас большой страх то что вы по крайней мере видят люди вас и вот эти две карты это то что видят люди вас хорошо идем дальше и смотрим второй вопрос скрытая зона да это то что вы знаете о себе но другие люди об не знают давайте посмотрим что вы знаете о себе точно так же как и здесь а люди не знают и так что вы знаете о себе вот посмотрите как хорошо shoot выпадает и луна надо же великий аркан и что вы знаете о себе опять-таки смотрите луна она падает под колесо фортуны на циклично то что вы знаете а себе ну во первых если вы женщина что вы уже осознаете свою силу свой магнетизм свою чувствительность ранимости вы уже понимаете что живете как-то по может быть по лунному календарю если вы это отслеживаете но однозначно присутствует некая такая цикличность периодически бывают такие моменты когда вы впадаете некое такое вот знаете апатическое состояние либо знаете периоды бывают у вас жизни когда вы не понимаете что происходит да хоть вы и логик по своей натуре да вам нравится все разложить по полочкам иметь какой-то контроль вот люди вас здесь видели да что вы любите контролировать управлять вы умеете это делать у вас есть организаторские такие возможности но иногда вы впадаете становитесь как-то знайте другим человеком хочется сказать превращаетесь в оборотня и начинаете выпускать какие-то темные непонятные моменты для вас да это то что вы знаете о себе что иногда вы сами себя не понимаете не понимаете что вы хотите и что с вами происходит но то что вы знаете однозначно о себе вы знаете свои темные стороны да вы с ними уже работаете вы понимаете где и как вы занимаетесь самообманом свои собственные иллюзии с другой стороны вы понимаете свою внутреннюю силу женскую да вот это вот магнетизм харизма которая в вас присутствует то есть если быть максимально откровенно честно вы знаете если бы была бы такая вот задача жизни и смерти да вы могли бы стать очень хорошим манипулятором так как умеете влиять на сознание собственное и на сознание других людей возможно один из вариантов потому что людей много смотрят вы являетесь человеком который разбирается со своими снами да то есть либо вы видите какие-то сны не обязательно это будет вещи и сны да просто сны анализируйте но у вас очень ярко выражено ваше бессознательное это тоже чем вы взаимодействуете в какой-то степени до разбираетесь это по аркану луны а аркан шута у нас говорит о том что как раз таки вот вы знаете что вы входите до что происходит какое-то обнуление возможно это осознанное было ваше решение принято но здесь вот не хочется сказать что все таки высшие силы приложили как-то свою руку для того этапа в котором вы сейчас находитесь да аркан шута нам говорит о том что иногда вот как раз таки в контексте со в соединение с луной вы можете меняться можете становиться человеком таким знаете безрассудным человеком бесшабастным может быть где-то пионером в чем-то может быть нам хочется вам как-то вот прогулять не то чтобы темную сторону вашу а то что вам не свойственно знаете вот иногда подавляем подавляем себе вот это вот какую-то детскость и хочется ее выпустить и там где никто не ожидает вот ваша поступок он будет какой-то возможным безрассудный да то есть поступок просто ради поступка вот какая-то вот детская незрелость чувствуете вы в себе безусловно что ваша душа она такая легкая да вот детство играет какое-то детство внутри вас это неплохо нехорошо но вы знаете эту черту вашего характера почему-то смотрите все великих арканы да то есть вы знаете и темные аспекты вы знаете светлый аспект вы безусловно эмпатичный человек который умеет чувствовать других людей да точно так же как вы влияете на других людей и люди умеют влиять на вас кто-то из вас лунатик то есть такие люди которые по ночам ходят вот либо есть способности до психологии способности компати очень развитая интуиция и любовь огромная любовь к жизни до желания жить желания что-то узнавать что-то новое расширять как-то свое сознание здесь четкое понимание у людей для чего он не в плане для чего вы родились а знаете как когда вы понимаете что душа рождается для того чтобы получить опыт да то есть вы смотрите через вот эту вот призму на жизнь да и с легкостью входите в любой новый опыт который у вас появляется второй вопрос что осознаете вы это или нет и потом можете наступать на какие-то другие грабли да вот но вам присуще это хочу также сказать что люди по первой позиции не все до помним что это общий расклад начитанные люди люди любят читать но есть такая характерная черта у вас что можете писать с ошибками как ни странно то есть вы можете читать кучу литературы абсолютно разный да то есть книгами вы на ты но грамматика может хромать по причине того что шут он все-таки в английской системе это стихия воздуха да это такая вот подвижная и и энергия и в то же время поверхностное то есть вы торопитесь быстро 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 да то есть постоянное должно быть какое-то движение а и поэтому иногда может могут происходить какие-то писки то есть если вы пишете в телефоне дату стараетесь быстро набирать либо на клавиатуре и происходит какие-то ошибки то есть у вас есть что донести другим людям до что сказать и вот в этой спешке но я не знаю это минус плюс уж там решайте можете совершать какие-то ошибки то есть если бы вы были более медлительными да и вдумчивыми что вы пишете и как то есть с правилами вы знакомы но стоит вам только что-то написать вы пишете с ошибкой и если вам допустим кто-то бы указал выпускать да блин я знаю просто вот ну поторопился такая тоже вещь есть и так что вы знаете о себе что вы знаете о себе что люди знают о вас и что люди не знают о вас сейчас мы с вами посмотрим что они о вас не знают ну смотрите во первых они не знают о ваших волнениях ваших переживаниях да они не знают ваши каких-то трудностях сложностях в коммуникации они не знают о том что вы очень переживаете за конкуренцию то есть любого рода как-то не то чтобы борьба соревнования хочется сказать вы очень знаете ранимые и чувствительные и очень близко все принимаете к сердцу вот это вот люди не знают почему потому что смотрите что они знают о вас что вы серьезный человек а что не знает выпадает королева кубков до чувствительности в минусе это волнение и переживание то есть очень яркие такие эмоции но в негативе то есть они это видят вас таким какой-то степени иногда же суровым человеком до что вот вам все море по плечу вы некий такой кремень а по факту они не знают насколько иногда они могут ранить вас своими словами им кажется что вы серьезны что знаете что вам нету равных а на самом деле вы очень переживаете за любое соревнование за любое сравнение за любую конкуренцию это вот вам ну приносит некий такой дискомфорт с другой стороны они не знают что вы любите как это бросать вызов самому себе по пятерке жезлов да то есть это ваше внутреннее соревнование да то есть вы постоянно себя как-то улучшаете здесь вот они не знают насколько вы критичны сами самим собой что у вас вот требования к самому себе достаточно высокие посмотрите сколько великих арканов ну то есть невероятно насколько вы требовательный человек если такие арканы выпадают конечно же у вас и потенциал огромный да то есть вот то как вы себя воспринимаете как вы к себе относитесь серьезно достаточно потому что великие арканы и насколько поверхностно знают о вас люди да и ну хочется сказать не совсем серьезно что ли не воспринимает мало о вас знает наверняка вы мало информации показываете либо даете людям да и здесь я могу сказать что и здесь у нас сообщение и здесь жезловой то есть вы большую часть себя скрываете одеваете маску и показываете то что хотите показать другим людям но однозначно они не знают о вас о вашем чувственном мире о ваших эмоциях что происходит внутри вас о ваших умениях да о вашем прошлом я тоже могу сказать что люди не знают либо если знаю то какая-то часть также не могут не знать какой ценой вам достается все ваши успехи которые есть вашей жизни то есть опять таки вот это вы знаете вы сказать иллюзия того что они видят и что есть на самом деле хорошо это был второй вопрос и мы с вами идем дальше вопрос номер три это слепая зона значит здесь у нас открытая зона что вы знаете что люди знают дальше у нас была скрытая зона почему потому что вы знаете люди не знают теперь у нас слепая зона где не вы не другие люди не знают хорошо что вы не знаете так подниму нет сильно не буду поднимать вот так наверное буду карты сверху положить так чтобы место хватило и все было видно две секунды так ну вроде бы так так слепая зона что вы не знаете о себе так а потом по месяца до по месяца и другие карты хорошо что вы не знаете о себе это кто у нас король да король потому что в этой колоде как-то по-другому называются вы не знаете свои силы не хочется сказать вы не знаете насколько вы отважный человек насколько вы храбрый насколько вы способны заботиться о других людях вот такое ощущение что живя периодически в своем отшельнике откуда я это взяла на потому что если напоминает первую позицию до обычно как она у нас выходит но в любом случае здесь вы не знаете всей своей мощи да насколько вы яркий человек насколько вы харизматичный действительно человек на какую энергию вы транслируете вовне да вы не знаете насколько люди готовы идти за вами насколько они готовы как-то знаете они доверяют вам вы не знаете то что насколько вы позитивный человек своих собственных желаний вы тоже не знаете либо не осознаете вот так скажу с другой стороны по королеве педакли вы не понимаете своего собственного ресурса насколько вы богатый человек насколько вы изобидный человека вы возможно не понимаете насколько и не знаете насколько вы заботливый внимательный человек да насколько вы щедрый человек здесь щедрость не обязательно финансово она может быть энергетическая да это щедрость вашей душе насколько вы вы даже ну Хочу сказать, что не представляете, какие суммы денег вы могли бы зарабатывать. Либо вы, возможно, не знаете, как приумножить свой капитал, как расширить, возможно, свой капитал. Вы не знаете, хочется сказать, не умеете, я бы так сказала, если не умеете, то и не знаете. Вы не умеете баловать себя, вы не умеете дарить себе подарки, не умеете заботиться правильно. О своем теле, получать удовольствие от жизни. Хочу сказать, что в голове вы много чего знаете, духовного много чего знаете. А вот в реальной жизни, в бытовые какие-то аспекты, вы с ними как будто бы не знакомы. То есть вы не знаете, не то чтобы не знаете, а вот ощущение такое, что вот о вас как будто бы никто никогда не заботился. Вот вы не знаете, что такое забота, вы не знаете, что такое внимание, да, когда, например, за вами ухаживают. Вот вам это дискомфортно, у вас нету такого опыта, и поэтому вы о себе этого не знаете. То есть как это жить, вот свое удовольствие, да, реализовывать исключительно свои желания, делать то, что я хочу, позволять себе. Утощение же опять-таки, да, как после люди видели, контроля, некого такого контроля постоянного. То есть вы как будто бы не умеете расслабляться, не умеете. Отдыхать, хочется сказать, в первую очередь. Я вообще удивляюсь, как вы сны видите, потому что с такими картами нереально расслабиться. Хорошо. Это то, что вы не знаете о себе. И давайте посмотрим, что и другие люди не знают. То есть не вы, и другие люди тоже о вас не знают. Что они не знают? Смотрите, как интересно, да, вы не знаете, насколько вы щедрый человек, да, что вы по своей натуре, вы щедрый человек. И другие люди тоже хочется сказать, ну, не знают, как с вами взаимодействовать. Почему? Потому что по королю мечей вы иногда бываете таким достаточно холодным человеком. Да, вот ощущение того, что вот иногда к вам не подобраться, не знают, на какой козе подъехать. Почему? Потому что вы можете быть иногда достаточно жесткими, холодными. А это знаете еще, что может быть? Иногда не знают, как вас, возможно, одарить, да, хочется сказать. Почему? Потому что чувство такое, что вы не принимаете. Может быть, комплименты не принимаете, может быть, подарки не принимаете. Опять-таки не потому, что вы не хотите, а потому что, ну, не было такого опыта, да. Возможно, вы все время отдавали, отдавали как-то вот, заботились о другом человеке. Поэтому вы не знаете, как это, когда заботится о вас. Вот, поэтому другие люди не знают, как с вами взаимодействовать в те моменты, когда вы... Почему знаете? Потому что есть некая такая дистанция. То есть, когда вы держите дистанцию, как к вам подойти? Когда вы холодны, когда вы о чем-то думаете, возможно, вы заняты чем-то, да. То есть, ощущение того, что люди вас побаиваются. И поэтому, ну, не знают, как с вами взаимодействовать. Что еще другие люди не знают о вас? Насколько вы все просчитываете, насколько вы много думаете, находитесь в своей голове. Они также не знают, скорее всего, вот здесь выпадает на королеву кубков, да, вашего прошлого. Не знают, насколько вам трудно было финансово. Вот ваши проблемы финансовые, трудности, кризисы, да. То есть, то, что вы прожили, может быть, будет удивление для кого-то в вашем окружении, если вы расскажете о том, что, ну, вот были такие, может быть, моменты, да, когда, ну, не было ничего поесть, и это будет кого-то удивлять. Почему? Потому что вы все время были, ну, условно говоря, за какой-то маской, может быть, при параде, да, и всегда создавали такую картинку, что у вас все классно, у вас все супер, и у вас есть деньги, да, как вариант. Поэтому будет огромное удивление. Что еще люди о вас не знают, кроме того, что вот какие-то сложности, трудности были в вашей жизни, может быть, о каких-то ваших болезнях тоже, что вы скрывали какое-то что-то такое серьезное, да, пережили кто-то, когда-то был в больнице, но не просто, как бы так сказать, с каким-то переломом, да, вот какая-то очень серьезная ситуация в вашей жизни, да. С другой стороны, люди не знают, почему вы закрываетесь, да, что привело к этому, вот именно к этой холодности, да, люди не знают и не понимают, почему вы контролируете как-то свои эмоции, не показываете, не выражаете, да, то есть здесь тоже нет такого понимания. А может быть, кто-то скрывает даже о своем меценатстве, ну, то есть помогаете другим людям, да, может быть, вы волонтеры где-то в чем-то, я не знаю, там, за собаками, за животными как-то ухаживаете, об этом тоже люди не знают, то есть вы очень много утаиваете в контексте того, что вы делаете для других людей. Решен. И последняя зона, это неизвестная зона, она заключается в том, что вы не знаете о себе, но другие люди знают о вас. Итак, что вы не знаете о себе? Это восьмерка педакли вам отсвечивает, и двойка педакли. Так, что вы, ну, вот это вот восьмерка педакли. Данная поставщика по-другому никак не могу. Что вы не знаете о себе? Ну, во-первых, уровень вашего мастерства, уровень, опять-таки, вашего финансового потолка, то есть то, что вы получаете, это ваше восприятие, то есть ваш уровень дохода будет намного, я даже не знаю, в какое количество раз, намного выше, чем вы получаете, да. То есть вы как будто бы не знаете о себе, насколько вы хороший, качественный мастер, и сколько вы могли бы получать за свои услуги, с одной стороны. С другой стороны, вы не знаете о себе, скорее всего, то, как прийти к некому такому балансу между двух каких-то противоположностей. Это может быть, как найти баланс между духовным и материальным, да, либо как найти баланс между, я не знаю, для кого-то может быть двое отношений, да. То есть здесь какие-то две вещи, либо две ситуации, либо два человека, неважно, как найти баланс между, между этим, да. Как примирить вот эти вот две, две идеи, может быть, да. То есть две работы как-то в профессиональной сфере, да, здесь что тоже такое присутствует. Как найти некую такую гармонию, понимаете, вас периодически как-то вот шатает, штормит немножко, да. И здесь вот хочется сказать какое-то такое метание, да, то есть из края в край. Вот это вот качество тоже. То есть вы, не то, что вы не знаете, какой вы человек, да, в этом готехсе, а как это сделать, то есть как сделать так, чтобы этого не было, да. То есть как примирить, например, духовное и материальное, как сделать так, чтобы вас не штормило эмоционально, например, когда вы принимаете какое-то решение, да, то есть делать это, не делать. То есть здесь вот вы настолько изменчивы, да, потому что вот Арканта Луны у нас выходит, да, и Колесо Фортуны. Такая цикличность, да, что вот здесь вот это вот инь-янь, может быть, внутренние свои какие-то силы, мужские и женские, активные и пассивные, да. То есть вот движение, либо наоборот, останавливаться. Вот периодически вас вот так вот штормит, и вы не можете выйти в баланс, да, то есть не можете как-то укоротить, усмирить две противоборствующие силы. Вот так я скажу. Что еще вы не знаете о себе? Ну вот мастерство у меня проходит, да, и финансы, причем если вот мы и подытожим, и посмотрим вот эту вот вашу линию, да, то у нас выходит суд, некое такое обновление. Дальше нам будут показывать как раз-таки в профессиональной сфере, да, как вы можете приумножить свои финансы, да, как вы можете зарабатывать на каком-то своем деле, или на каком-то мастерстве. То есть ощущение того, что вот с одной стороны вас поведут как раз-таки в профессиональную сферу, а с другой стороны у вас идет личная сфера, да, потому что у нас здесь выпадает король жезлов, да, и здесь какая-то вот неуверенность именно может быть, с одной стороны, в контексте отношений с мужчиной, если вы женщина, а с другой стороны, в контексте вашего развития, да, то есть вот именно в тех знаниях, в которых вы развиваетесь, обучение какое-то, да, то есть в чем вы совершенствуетесь. Вот здесь вот у нас точно профессиональное и деньги, а здесь может быть, если не отношения, то именно развитие, да. Может быть даже для кого-то, коль луна выпадает и магическое, да, какое-то магическое развитие может быть. это то, что вы не знаете о себе. Хорошо, здесь мы что смотрим? То, что другие люди знают. Значит, сначала мы смотрели то, что знают, то, что не знают. Дальше. Другие люди знают о вас. А теперь? Да, не знают. Хорошо, давайте теперь посмотрим, что же другие люди знают о вас. Потому что здесь мы смотрели, что они не знают, а сейчас мы посмотрим, что они знают. Вы не знаете, а люди знают. Что вы хитрите? Знаете, где-то хитрите. Что они знают о вас? Они знают то, что где-то вы себя обманываете в чем-то, с одной стороны, касательно финансов. Может быть, даже не только... Вот как раз-таки вот эта вот линия, да, профессиональная, хочется сказать. Она очень хорошо проходит в контексте того, что вот вы как будто бы... Люди видят в том, что вы должны зарабатывать 10 педаклей, а у вас здесь всего лишь 8 педаклей, да. И вот в этом есть какой-то обман. Не то, что вы скрываете свои деньги, да, свои финансы, хотя такой тоже может быть. Но здесь ощущение того, что вы как будто бы... Знают люди то, на что вы способны, да, вот именно ваше мастерство, вашу ценность, а вы как будто бы это не видите. Хочется сказать, что вот люди бы вам платили намного больше, чем вы думаете, считаете о себе. Вот. И... А вы этого не видите, с одной стороны. С другой стороны, ощущение того, что есть какая-то вина, знаете, вот как будто бы вы осознанно занимаетесь самым маном, чтобы для кого-то, может быть, актуально не создать как-то свою семью. Да, то есть люди видят, что вы по натуре семейный человек, и вам хотелось бы иметь какие-то стабильные отношения, но то, что вы транслируете, что, допустим, для меня и работа актуальна, либо я не хочу выходить замуж, либо я не хочу серьезных отношений. А вот люди видят, что вы действительно семейный человек и готов к этому. С другой стороны, здесь есть... люди знают о том, что то, как вы можете зарабатывать и получать деньги, это какой-то другой способ, кроме того, чем вы зарабатываете. Ну вот, например, к примеру приведу, что если вы таролог, например, моя коллега, то вы можете зарабатывать не только на таро, а, например, я не знаю, на каком-то индивидуальном обучении, либо на создание каких-то курсов, либо создание еще каких-то там вебинаров, мастер-классов, а вы вот как-то узконаправленно в чем-то одном совершенствуетесь. То есть люди видят в том, что вы как будто бы решаете те задачи, которые для вас актуальны, старым способом. А вот если вы пошли действительно в новое, то вы могли бы заработать намного больше. И вот люди видят вот это вот ваше новизну, обращая ваше внимание по диагонали, что вы и сами сейчас ощущаете, что вы идете в новое. Это новое касается абсолютно всех сфер. Так вот, вам нужно посмотреть, что в профессиональной сфере, если это, ну, поскольку здесь пендакли, да, пришло время пойти действительно в новое. А вот вы как будто бы этого не совершаете. Идете как-то окольными путями, хотя люди видят, знаете, вас какого-то некого такого пионера. Вот здесь вот у нас тоже, кстати, выходил шут в этом контексте, да, и то, что вы как лидер можете вести за собой людей. А вы этого почему-то не делаете. Ощущение того, что вы как будто бы, не то чтобы от ответственности уходите, а чувство, что вы не верите в себя, либо не знаете, не видите, да, как это можно реализовать, какие-то свои сильные качества, навыки. Либо хочется сказать, что вы не совсем верите в себя. Что еще? Что еще они знают, да, о вас? Это то, что где-то вы обманываете опять-таки себя в первую очередь в контексте вот какой-то фундаментальности, да. Может быть, вам кажется, что вы как-то вот, не знаю, нет у вас опоры, что ли, под ногами, либо вы не готовы, либо вы не можете ее выстроить. Вот здесь вот все, что связано со стабильностью, идет некий такой обман. Причем люди вас как будто бы видят с лучшей стороны, а вы себя не воспринимаете с этой стороны, да, как будто бы, я не знаю, принижаете, принижаете свою ценность, свою значимость. Но очень так интересный момент, что не считая королевы кубков, я не вижу вот кубковости, да, очень много, кроме того, что великих арканов, да, присутствует много арканов педакливых. Да, я могу сказать, что сейчас какой-то вот этап действительно серьезный в вашей жизни, да, какой-то вот ценный, значимый, да, возможно, вы работаете сейчас действительно на подстроение своего фундамента, да, на какую-то вот основу на будущее. хочется сказать, да, что еще здесь по по стихиям, ну вот присутствует огонь и земля, есть немножко воздуха, а кубков нет, поэтому хочется сказать, что вот вы больше сейчас как-то действуете, вы больше сейчас общаетесь с кем-то, да, есть общение, кто-то учится этому общению, да, кто-то на борт выходит из себя и во внешний мир, да, и выстраивает какие-то новые отношения, общение с людьми, да, вот какой-то новый формат общения. Здесь вы как будто бы уходите от своей закрытости и идете больше, ну вот, во внешний мир, в социум, какое-то ощущение того, что вот вас, скорее всего, этому и будет учить видеть реальность как таковую, да, не уходить по луне в иллюзии какие-то, а вот именно выстраивать реальную жизнь, которая будет вам вот во благо. Вот плодородие здесь хочется сказать, что вот ожидает вас в будущем что-то такое вот хорошее, финансово, финансово хорошее, либо что-то, что будет ценное для вас. Пускай даже, может быть, не сразу, но вот заделом на будущее. вот такой сегодня у нас был расклад, жду ваших комментариев, что вы скажете, да, может быть, кто-то что-то увидел здесь, картинки, я специально выбрала эту красивую колоду, да, может быть, кто-то что-то из вас увидел дополнительно, можете писать в комментариях, такое, скажем, тандем, да, мой и ваш, то есть не обязательно знать Таро, сами картинки могут вам о чем-то говорить, да, наводить на какие-то мысли, можете поделиться, может быть, тоже это будет кому-то полезно, ну и мне в том числе, да, каждый может видеть арканы по-своему, а я с вами прощаюсь, всем пока, пока.